Музыка Здравствуйте, меня зовут Балашов Анатолий. Я ученик третьего класса. Тема моего проекта «Традиционный славянский пояс. Часть одежды или нечто большее». На уроках по окружающему миру мы изучаем историю нашего народа и его бытность, традиции и нравы. На них я ближе познакомился с нашей традиционной славянской одеждой. Та непередаваемая красота и гармония, которая окружала наших предков в их повседневной жизни, отразилась в культуре нашего народа. Рассматривая на первый взгляд странные символы и знаки на рубахах, поясах, полотенцах, скатертьях, меня заинтересовало их предназначение. Особенно меня привлек пояс. Именно тогда я узнал, что эта часть одежды у славян имела особое значение. Пояс – это настоящий оберег. Что же такое оберег? Это предмет, у которого есть магические силы, которые должны принести счастье и уберечь от неприятностей. К тому же оказалось, что его можно изготовить своими руками. Поэтому я и выбрал эту тему для своего проекта. Я поставил перед собой цель. Исследуя традиционный славянский пояс быту, его свойства и способы изготовления. Для достижения заданной цели я поставил перед собой следующие задачи. Изучить историю славянского рукоделия, изучить способы и качества, узнать, какие существуют ремеславянские символы и орнаменты, их значения. Также я провел опрос в своем классе, чтобы понять, насколько данная тема интересна. Как оказалось, о поясе как обереги знают многие. Некоторые из ребят верят в магические символы и знаки. Не почти все хотели бы заиметь свой собственный красивый пояс. И так я стал изучать историю ткачества на Руси в открытых источниках. Оказалось, что в наше время много людей занимаются этим вопросом. Руководствуясь разными инструкциями, мы с папой собрали разные приспособления для ткачества, изготовили необходимые инструменты, купили нитки и начали работу. Существует программа, в которой можно нарисовать узор и посмотреть, как будет выглядеть пояс. Можно менять узор, придумать свой. Программу я освоил, выбрал схему. Дальше, оказалось, существует несколько способов ткачества. Мы попробовали их все. Первый. Это ткачество на дощечках. Их мы тоже изготовили сами. Второй. Это ткачество на оберде. С этим приспособлением пришлось немного попотеть. Изготовить его оказалось не так-то просто. Третий. Это ткачество на ниту или волочке. И, конечно, существует специальный ткацкий станок. Но мы рассмотрели данный способ только в теории, так как он оказался слишком дорогим. Каждый способ по-своему интересен. У каждого есть свои плюсы и минусы. Их мы постарались занести в сравнительную таблицу. К сожалению, подробно рассказывать о каждом способе не хватит времени. Вот что у нас получилось. Занимаясь ткачеством, мы столкнулись со славянскими символами, которые оказались на самом деле магическими. Такие орнаменты, как репей, алатырь, калабрат, цветок папоротника, одолень трава, различные свастики и солярные, то есть солнечные символы, приносят удачу, лад и понимание в семью. Препоправляют здоровье, привлекают успех, оберегают от неудач. И чтобы развеять любые сомнения, я нашел исследование современных ученых. Оказывается, в регионах с какими-либо проблемами были распространены те знаки, которые помогают уменьшить вредное воздействие. Например, в районах Курска магнитной аномалии были распространены такие знаки, защищающие от излучений. А в районах с повышенной радиацией вот такие калабраты. Кстати, калабрат – это вращение колы, а кола – это наше солнце. Вывод. Я изучил забытые способы качества поясов, но учился изготавливать пояса сам. Это занятие оказалось не таким уж и трудным, и его может освоить любой из нас. И я предлагаю снова привносить узоры в нашу жизнь, ведь они, по заверению ученых, оказывают положительное влияние на человека, на его психическое и физическое благосостояние. К тому же это является частью нашей великой истории и культуры. А как говорил Ломоносов, у народа, который не знает своего прошлого, нет будущего. Именно поэтому сегодня мы вновь прикасаемся к знаниям, оставленным нам, нашими мудрыми предками. Так давайте бережно хранить свои традиции и культуру, ведь это настоящее богатство. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро!